Но уже не первый раз встречаюсь здесь, еб... Вы чё, серьёзно? Блин, щет. Вы чё, блин, серьёзно? Так, ребят, сразу сорян, что сегодня я делал этот ролик так поздно, поскольку сегодня на три часа у меня отключали свет. Но, тем не менее, у Брайана новый ролик, и сегодня я ещё покажу вам один такой сюрпризик, который нам подготовил новый комбат-пак в МК-11. Но сначала обо всём по порядку. Эти мемы заставили Брайана плакать. Три, два, один, поехали! Всем привет, друзья! Пак! Как, ну ты? Всем привет, друзья, с вами Брайан. Добро пожаловать в видео, где вы будете фотошопить мои фотографии, а я буду смотреть на ваши работы и умиляться им. И с них орать, убирать. Я сделал пять фотографий и написал. Если у кого-нибудь есть какие-нибудь идеи, то вперёд. Я сделал пост в Твиттере и в группе ВКонтакте. В Твиттере две тысячи ответов. Я боюсь туда заходить, честно говоря, потому что Твиттерские ребята, они могут напридумывать всякого говна хорошего. Но перед этим хочу попить водицы. Типа реклама. Калина в крадни. На самом деле это просто вода из-под крана, а бутылка попалась первая попавшаяся. Готовлюсь к ВПР. А чё? Держу себя в руках. Нет, здесь должен быть мелкий... И дальше вы знаете. Ой, да, я сейчас вспоминаю, когда я готовился к различным контрольным в школе. Тут обычно было два варианта развития событий. Либо я действительно попытался подготовиться, либо я как можно скорее пытался найти ответы к этой контрольной. А я был тем ещё сыщиком, иногда мне это получалось. Но когда мне это не получалось, я просто сидел на контрольной и делал вид, что я думаю перед учительницей. Все же так делают, да? И делал вид, что я думаю... Хочу заценить остальных. Особенно вот эту вот... Интересную половину, хотя вот это смущает. Перед учительницей. Все же так делают, да? И вот этот момент, когда осталось до конца урока 10 минут, и ты видишь, что все работают, у всех всё получается, все уже сдают листочки, а ты один сидишь, у тебя ещё только первая задача до конца не решена. Я ждал этого. Это выглядит... Да, это очень странно. Представьте, если бы все коты на свете поменялись телами со своими хозяевами, и вот произошло бы что-то наподобие этого. Очень страшное кино. А ведь, кстати, такое было, но в плане собак имеется в виду, в Гриффинах, по-моему, это эпизод назывался... Это сказка сказать... Дорога в мультивселенную. Где, короче, Стюи и Брайан, они попали в одну вселенную, где собаки управляли людьми. Кто смотрел, тот понимает, о чём я говорю. И да, опять реклама. Да, меня тоже триггерит с реклам. Казалось бы, что может быть хуже одной обычной рекламы? Две рекламы. Это не смешно, я считаю. Это не смешно, я считаю. Баранкарты. Чики-бамбони. Хотя иногда его называют чики-бамбой. Никто не называл. Я не понимаю, что это за мем с Робертом Паттинсоном? Это что это такое? Я просто не в теме. Это на манер случайного свидетеля. Ну или свадебного свидетеля, где, короче, там мужик, он стоял в куртке и, по-моему, в белых штанах, если не ошибаюсь. Но уже не первый раз встречаюсь здесь. Вы чё, серьёзно? Блин, щет. Вы чё, блин, серьёзно? Итак, ребзя, вы сами всё видели. Нам поселковым не повезло, в отличие от городских. которым ни разу практически не отключают свет. Но, тем не менее, свет дали. Но, как говорится, надолго ли? Надеюсь, что да. Вот и... А, ну да. А, ну да. Ещё, что это значит? За моей спиной прямо сейчас стоит будущий... Бэтмен. Кто не знает... Которого перенесли на 2022. Паттинсон будет играть Бэтмена в новом Бэтмене. Бэтмен. Макс, поверь, я пошла намного дальше. Это музыка с авторскими правами, не так ли? Мне придётся её убрать. Не придётся. Но мы знаем, что это Шутинг Старс. Что это было? Очень надеюсь, что этот петушок заметит это видео. Я его всю ночь монтировал. Я заметил. Ладно, я пока остановлюсь с твиттерскими работами и перейду в свою группу ВКонтакте. Мне интересно, что там ребята напридумывали. Жизненно и грустно. Но ничего страшного. Типа, типа, было бы смешно, если бы не было так страшно. Я говорил, я работаю над проектом, поэтому... Или даже так, мем смешной, ситуация страшная. Или уже не актуально, потому что должно быть вот так. Многодетная мамаша. Ну, похож я на многодетную мамашу? Может быть. Я именно с этой фоткой почему-то и видел в голове подобные мемы. Например, чудо деторождения или же рождённая детятка. В общем, вы поняли. Дитятка. Что это? Блин, почему никто до этого не додумался раньше? Я уже начинаю понимать, почему он назвал этот ролик этим и мы заставили меня плакать. Со смеху. О нет. Мой самый страшный кошмар. Мсики, сури. Будь и всем моим фанатам. И да, с чего вдруг она стала твоим самым страшным кошмаром, если она, типа, изменилась? Ну, всё-таки это история. История канала. Часть истории канала. С чего начиналось всё. Не нужно отворачиваться от этого. Хотя определённо были моменты, от которых мне хочется отвернуться. Офигеть! Но всё равно, не нужно ничего забывать. Это чайка сейчас была. Мопса. О, привет! Блин! Ну, на самом деле, я уже больше не боюсь фанфиков, потому что я взглянул страху в лицо и написал свой фанфик. Да, мы помним. Опять этот мем с Паттинсоном. Кто-нибудь объясните мне, что это значит? Нет, я сам сейчас погуглю. Я понял, окей. Мамочки Питера. Это что за павлик такой? Сынишка, ангел мой, малыш, как я люблю тебя, родной. Люблю я смерть твоей озорной. Люблю твой взгляд, твою улыбку. Люблю твой вздох, твою слезинку. У меня сейчас немножко взорвался мозг. Я вернулся в Твиттер и наткнулся на вот эту работу, но потом я вспомнил, что я на этой фотографии не держал тигру, и потом понял, что она просто вырезала его с той фотографии и очень реалистично прикрепила сюда. Так не поймешь. Это коллаборация с BTS. Вы хотели знать, что Брайан и Оливия скрывали на той кассете? Теперь вы знаете. Кто-то заменил задний план на Северный полюс. Выглядит прикольно. Я бы, конечно, хотел бы там побывать однажды. На ледоколе. Что это? Вы слышите это? Что происходит? Да, это реклама. Опять реклама. Опять реклама. Продолжаем. Уже. Ну теперь, походу, я и вправду здесь. Кстати, а вы знали, что Северный полюс это одно из самых недоступных мест на планете? Чувствую себя как... В котором, правда, есть станции и такого, так что. За всю историю человечества там побывало людей меньше, чем на Эвересте. И немногим больше, чем в космосе. И как раз новость в тему. У вас теперь есть возможность запилить точно такую же фотку, только в реальности. Прямо сейчас на сайте polis.atom.online проходит детский интеллектуальный конкурс при поддержке Росатома. Я эту, кстати, рекламу сегодня слышал по радио. И, короче говоря, по-моему, Авторадио или Русское радио это рекламировало. Где, короче, там нужно... Они будут задавать такие вопросы по поводу Северного полюса. И вот, скажем так, кто на них первым ответит правильно, тот, по-моему, получит очки виртуальной реальности. Или что-то будут определять, по-моему, 8 победителей. И двое из них, кто окажется самым-самым-самым самопобедителем, они отправятся на настоящий ледокол в настоящую Арктику. 25 лучших участников отправятся в настоящую арктическую экспедицию на атомном ледоколе летом 2021 года. Офигеть, да? Это вам не билеты в кино выиграть. Это тот самый Северный полюс, где белые медведи, моржи и Дедушка Мороз. У меня к нему есть, кстати, пару вопросов. Вообще-то это великий устюг. Ну да ладно, с этим потом разберемся. На борту с вами будут популярные блогеры, которые научат вас создавать крутой контент. Будут проходить крутые мастер-классы от актеров и звезд. А также лекции от ученых, командные игры и экскурсии по ледоколу. Ну да ладно, с этим потом разберемся. На борту с вами будут популярные блогеры, которые научат вас создавать крутой контент. Такая попытка одна уже один раз была, и она окончилась не очень хорошо. Хайп-кэмп. Будут проходить крутые мастер-классы от актеров и звезд. А также лекции от ученых, командные игры и экскурсии по ледоколу. Для всего этого проходим на сайт по ссылке в описании. Регистрируемся и отвечаем на вопросы в формате квиза. Попадаем в топ 100 участников и получаем крутые подарки. Также нужно снять короткое видео на тему, что я сделаю, когда попаду на Северный полюс. В конкурсе могут участвовать школьники с 7 по 10 класс. Так что не упускайте такую возможность. Дерзайте! Награда того стоит. И возможно, если вы выиграете, то будете стоять на фоне настоящего Северного полюса. А не как я. На лицкой. На фоне Хромакея. Ну я пошел. Да, пошел. Мы продолжаем. Ну как видишь, у меня я уже... Ну... Как видишь, теперь я знаю, что это такое. Так как на мне сейчас очень маленький процент усиков. Звучит странно. Смотрите 9 октября во всех кинотеатрах страны. Стейси в фильме ужасов. Это крутая работа. Стоп, что? Ты еще не знаешь, кто такая Стейси? Угу. Оу. Хех. Всем привет, ребят. Да-да-да, я помню. Угу. 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 Это очень грустно. Сочувствую. Пятерочка, самый лучший кассир, сама наша Галя. Я Галя теперь? Галя карты. Кстати, хотите интересный факт о работе кассиром? В общем-то, когда я снимал скетч Друзья навсегда, там у меня была сцена в супермаркете. И нам один из супермаркетов любезно предоставил возможность съемок в нем. И когда я присел отдохнуть за кассу, я увидел, что у них там очень большое количество подсказок. Бумажных подсказок, например, напомнить про такую-то акцию. Напомнить про карту магазина. А, а еще у них там записано приветствие. Например, добрый день, как ваше настроение? Правда, кассиры никогда так не разговаривают. Тем более, в каких-нибудь местных супермаркетах. Ааа, как же мило, когда фанатки стесняются подойти. Можно фотку? Блин, кстати, прикольная игра. Я бы хотел в такую поиграть, она выглядит довольно-таки реалистично. И почему лестница похожа на лестницу, которая у меня в квартире? Стоп, а это не у меня в квартире? Твою мать, это 1 на 1 моя лестница, как я теперь буду спать? Вот я сейчас пойду, сфоткну свою лестницу, и вы поймете, насколько эта лестница похожа на ту, которая у меня в квартире. Ну-ка. Вот, сами посмотрите. Похоже? Почти. Стоп, кажется, я кое-что заметил. Это далеко не единственное. Перила отсутствует полностью, не ошибаюсь, да? Да, перила отсутствует. И к тому же, здесь вон какой-то есть просвет, а здесь просвета как будто бы нет. Похоже? Стоп, кажется, я кое-что заметил. Это далеко не единственное совпадение в этих фотографиях. Это же... Это же... Я творился. Да. Ладно, ребят, кажется, на этом все, потому что я уже не могу найти нормальные работы. Наверняка это видео получилось коротким, но, надеюсь, вы меня простите за это. Если вам понравилось это видео... ...Я щас опять слышал «Том-том Клаб». Вчера, главное, слышал «Том-том Клаб» в «Главном герое», сегодня слышу «Том-том Клаб» в ролике Брайана. Если чё, имеется ввиду Genius of Love Значит, такова судьба Ну а с вами был, как всегда, Брайан До скорой встречи, пока! А, это просто другая музыка, которая Подозрительно похожа на Том Клаб Окей, ладно Теперь переходим к Комбат Паку Первый из которых Если чё, был В виде Хэллоуинских костюмов А второй Он нам предоставит Трёх новых персонажей Это, во-первых, Мелина Это Китана, которая Скрещена с Бараком Рэйн И Ещё один От которого вы просто охренеете Вот, собственно, Барака А вот, собственно, Рэйн Который Как я помню В оригинале Он был розовым Или даже фиолетовым 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 И он был, типа, шуточным персонажем А Мелина А Мелина, кстати, изменилась Со времен Который Костюмчик у неё Тоже изменился Рэйна Почти не изменился А вот у Мелины Прямо Ну, серьезно И вот, ребят, то, о чём я говорил Джон Рэмбо В МК-11 Где ещё такое можно увидеть Джон Рэмбо В МК-11 Твою мать Просто твою мать Сначала Терминатор Потом Джокер Потом Чужой против Хищника Но это уже было в десятой части Потом Спаун И теперь ещё и Рэмбо Я даже боюсь представить Кто может быть дальше следующим Пеннивайз Майкл Майерс Джейсон Который, по-моему, кстати, тоже был В общем Будем ждать третьего Комбат Пака И Это будет, наверное, просто бомба Когда мы узнаем Кто будет следующим После Джона Рэмбо На этом всё